Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Гонконгская бойня. По своей концепции игра очень сильно напоминает Hotline Miami, такие же быстрые бои, зачистка уровней, даже по стилистике очень сильно напоминает. Так, даже заставочка какая-то есть. Можно её пропустить, но давайте посмотрим. Вряд ли, мне кажется, ролик будет озвучен вообще. Но выглядит неплохо. Вот, похоже, и весь вступительный ролик. Даже немножко драйвом попахивало. Так, ну что ж, и мы начинаем с первого уровня. Мы можем открывать различные вооружения. Здесь, смотрите, есть дробовик, есть ППшка, УЗИ какая-то. И также есть винтовка, уже штурмовая, но пока что доступен лишь пистолет. И открыть я смогу остальное вооружение за звёздочки. А звёздочки мы получаем, я так понимаю, за прохождение уровня. Так, ну что, убираем пистолет и погнали. Зажигательный Синтвейв, музычка, тоже опять же... Так, мужик, ты же меня не услышал, я надеюсь. Тоже опять же напоминает Hotline Miami. Самое большое отличие, наверное, от Hotline Miami, здесь, во-первых, нет масок никаких, и, во-вторых, игра не двухмерная, трёхмерная или даже изометрическая в какой-то степени. Так, мы можем замедлять время, друзья. У нас справа внизу шкала. На какой-то промежуток времени мы можем замедлить всё. И далее на правую клавишу мыши мы можем вот таким вот образом скользить, перекатываться, прыгать и так далее. Акробатические способности свои, в общем, использовать. Забавно, как работает анимация, если я ещё и вращаю прицел. Так, ну ладно. Немножко разогрелись, друзья. Мышца готова. Так, ну как, туда-сюда, туда-сюда. Ну и, собственно, левая клавиша мыши — это стрельба. Я так понимаю, это всё управление. Так, можно, наверное, спуститься или нельзя? Двери-то как открывать? Их нужно выбивать. Нет, они так же открыли. Тихо-тихо, мужик, я был не готов. На опережение, смотрите, стреляю сейчас. Ой-ой-ой, этот уже врывается. Так, и это меня спасло, на самом деле. Стрельба на опережение. Так, перезаряжаться я могу? Да. Вроде как наш персонаж перезаряжается или нет? У меня патронов не было. Видимо, показалось. Также мы можем подбирать различные вооружения, только не совсем понятно как. Окей, на Е. Тоже пистолет. Хоть патронов побольше. По-моему, два человека всего лишь осталось. Можно, кстати, прорываться через... Через эти стены. Деревянный тихо, мужик. Так, я в стенку немного пострелял. Неожиданно было. Неожиданный забег. Ах ты, сукин сын, он всё-таки завалил нас. Так, ну ладно, теперь мы разобрались с управлением. Я думаю, мы быстренько сможем их развалить. Заходим. Уничтожаем. На всякий случай туда в дверь постреляем давайте. Так, он вышел, кстати. После того, как я пошмалял. Ах ты, кусок дерьма. Блин, ну они неплохо себя показывают, на самом деле. Короче, надо привыкнуть. Надо привыкнуть. Снова заходим. Действительно, очень сильно напоминает Hotline Miami. Братан, иди сюда. Не хочет ходить. Хотя под конец подошёл. Так, давайте прыгать, кстати. Хоп. Да, прыжок очень сильно спасает. Действительно, нужно пользоваться этой механикой. Постреляем на опережение. По-моему, не прокатило. Так, возьмём другой ствол. Очередной пистолет. Где-то он там. Я вижу стрелочку, но, видимо, он спрятался за укрытием. Всё-таки вот он вышел. Мразь. К сожалению, я не попадаю. Тихо, тихо. Кусок дерьма. Ладно, новая тактика. Прыгаем. Убиваем. Он решил обойти, друзья. Вот это было внезапно. Так, возьмём. Другой ствол. Кто-нибудь ещё хочет получить порцию свинца. Вот как я сейчас не попадаю, странно. Вроде как он прямо по курсу. Стрелочка указывает, что он там находится. Так, ладно, давайте вот сюда вот прыгнем. Перекатик небольшой совершим. Так, ну и теперь ожидаем. Ожидаем ботов. Смотрите, они туда-сюда. Туда-сюда забавно передвигаются. Но никто из них не рискует заглянуть за угол. Так, ну чё, давайте сначала этого чувака на кухне завалим, я думаю. Оп. Блин, да я промазал. И здесь тоже можно простреливать. Я подумал, я смогу спрятаться за эту кухонную утварь. Так, пять патронов всего лишь, друзья. Мы должны попасть в этого блюдона. Да. И разбиваем ему лицо. Я, честно говоря, на секунду подумал, что это я отвисел. Вот и первый уровень пройден. Сейчас, возможно, мы сможем какой-нибудь другой ствол открыть. Звездочки мы получаем за выполнение челленджей. Вот без слоумоушена. Да, кстати, слоумоушен я-то не использовал вообще. Одну звездочку мы за это получили. Далее, если рекорд по времени побить, можно получить звездочку. И если у вас идеальный АИ, также можно выполнить дополнительный челлендж. Так, сейчас... О, снова заставочка. То есть здесь прям полноценно сюжетится, видимо. Ну или не совсем полноценные. Смотрите, какие-то воспоминания. Возможно, всю семью, как у Макс Пейна, убили. У этого китайца. Да, но они минимально информативные и короткие все ролики. Так, второй уровень. 21.00. Две звездочки у нас есть. Я надеюсь, нам позволят выбрать другое оружие. Я бы купил дробовик. Потестил бы его. Да, открываем дробовик. И пять патронов всего же, друзья. Чего-то маловато. Так, давайте из руки в руку. Немножко... Небольшая разминка. Все. И, кстати, чувак ушел. Можно даже аккуратненько. Он слышит вообще, как я открываю дверь, интересно? По-моему, нет. Ему абсолютно наплевать. Но пока он стоит спиной, я думаю, мы сделаем вот так вот. Так, минус один есть. Мне показалось, порошок какой-то рассыпался. Подумал, что у него набитые карманы порошком. Кстати, отличный позу он принял. Но это освещение, видимо, такое. Так, дальше там еще один чувак. Можно попробовать прыгнуть. Замедлить действие. И выстрелить. Нет, он слишком далеко. Отлично. Кряхтение помогает, друзья. Два патрона еще осталось. Жалко, конечно, что я карту посмотреть не могу. Но это читерно было бы. Так, перекатываемся вот сюда. Здесь можно прострелить. Скорее всего, он... Да, он здесь в этой комнате находится. С телевизором включен. И вон он подошел к телевизору. Теперь мы выбегаем. Наш черед. И, видимо, дальности не хватило. При первом выстреле. Но второй был. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, братан. У меня патроны закончились. Мог бы подождать. Вроде прилища. Вроде нашей честной с тобой дуэли. Так, ладно. Давайте все-таки быстро все делать. Дробовик выкидываем. Еще-то слишком мало патронов. Не сдох еще. Сукин сын. Лучше в открытую, короче, не выходить. Не подставлять себя. Так, ждем, пока он сместится. Прыгаем. Минус. Давайте зайдем просто к нему. Не очень получилось. Я выстрелил куда-то мимо и просто своим лицом упал на его дробовик. Он меня еще и затоптал вдобавок. Так, ладно. Давайте с дробовиком все-таки походим. Пока патроны есть. Теперь берем пистолет. Замедленное действие. И... Я вроде даже успел уклониться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да. Замедленное действие в таких ситуациях действительно помогает. Так, ну что, у нас три патрона дробовику осталось. У него тоже дробовик. Может быть другой. Но, по-моему, точно такой же помповый дробовик. Но, к сожалению, именно патроны мы подбирать не можем. А только оружие таких, братан. Вылетаем и... Ах ты, сукин сын. Я чуть в другую комнату не влетел. Так. Он спрятался за ящиками какими-то непробивными, деревянными. Минус. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Два патрона. Так, их там двое. Давайте сначала одного убьем. Мне показалось, он вообще без оружия. Так, теперь второго прострелим. Твою мать, надо было замедленную съемку использовать. Так, ладно, давайте побыстрее. Бежим и выносим. Почему дверьми его, кстати, прижать нельзя? Раз они сперли некоторые механики из Hotline Miami. Почему не сперли механику с дверьми? Блин, куда я стреляю? Так, ладно, берем снова дробовик. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Можно Узику, кстати, взять? Мне кажется, в такой ситуации она неплохо зайдет. Так, ну что, даже не знаю, куда врываться. Этот чувак с дробовиком. Этот вроде со стволом. Может он и не сможет попасть. Давайте замедленную съемочку и... Ой, мне повезло. Мне повезло. Я возвращался в правую сторону и мог бы нарваться сам самостоятельно на пулю. Так, давайте сюда, наверное, зайдем. Снова замедленная съемочка. Оп. И быстренький перекат. Там еще куча народу осталось, на самом деле. 14 патронов у нас есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Здесь у нас стекла. Постреляем немного. Отлично. Даже попал куда-то в плечо. Так, и, возможно, последний. Последний чувак остался. И мы уничтожаем его в дверном проходе. На этот раз я использовал и слоу-моушен, и... Также перекаты. 4 смерти. На самом деле, я думал, больше смертей. Вот и второй уровень прогин. Сейчас мы, видимо, будем наслаждаться следующей заставкой или нет. Хрен нам. Одну звездочку я только за прохождение получил. И разблокировать уже оружие никакое не могу. Третий уровень. Такое ощущение, что происходят действия на улице вообще. Ну, давайте посмотрим. Возьмем, наверное, снова дробовик. В принципе, он неплох, но очень мало патронов. Есть тут грейды, смотрите, но... Не очень понятно, как их задействовать... Как грейдить вообще оружие. Или оно уже загрыжено. По крайней мере, на грейд я нажал и... Запустился просто уровень, да? И мы действительно во дворе здесь. Так, давайте аккуратненько пробираться. Смотреть, где эти ублюдки. Идем прыгнем. Одну уничтожим. Сплошные ящики. Которые вроде как могут спасти нам жизнь, но не в этот раз. Я не думал, что он с той стороны выбежит. Блин, я его сагрил даже. Бочки, интересно, здесь взрываются. Красные, возможно, они с горючим. Так, тихо. Отходим. Отступление тактическое. Надеюсь, сзади никого не будет. Блин. Дробью не задел, к сожалению. Боты... Твою мать. Во-первых, они все-таки умеют простреливать машины. Во-вторых, они не слишком умны. Они сзади не заходят. Они не обходят. Хотя вот сейчас... Бот с легкостью мог обойти. Да твою мать, как не попал-то? Да, дробь не сильно спасает на дальних дистанциях, конечно. Так что давайте, наверное, возьмем пистолеты. Вот, уже другое дело. Там еще один. Есть. Так, за машиной лучше не прятаться. В районе капота они с легкостью простреливают все-таки. Все. Мы закончились. Давайте сменим оружие. Возьмем свеженький пистолет. Кстати, калаш, кажется. Немного можно пострелять со штурмовой винтовки. И вот здесь еще. Но это, скорее всего, дробовик уже. Так, сверху в гаражах бичи. А здесь через дверь можно зайти. В этом гараже тоже, кстати. Заходим! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ой-ой-ой, не повезло. Я думал, уже спрятался за укрытием. Но, к сожалению, это меня не слишком спасло. В общем, как и в Hotline Miami, каждый раз мы начинаем заново. Блин, почему багажник я прострелить не могу? Он же тоже низкий, как капот. Начинаем заново и постепенно уже запоминаем уровень. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте, наверное, в слоумоушене с дробовика попробуем этого чехана забрать. Оп! Да, нормально, неплохо получилось. Так, теперь берем калаш. Возвращаемся снова сюда. Можно и справа, наверное, как-нибудь зайти. Так, ну мы попробуем снова здесь. Минус один есть. Сразу второй поближал. Оп! Повезло. Я застрял немного в бочке, но, тем не менее, уклониться успел от пуль летящих. Тихо-тихо-тихо, братан! Хорошо. Так, выходим немного перекурить, отдохнуть и прочекать, где оставшихся. Вот здесь зайти уже никак нельзя. А вот здесь можно. Посмотрите, они толкаются, спорят друг с другом. Давайте в дверь пошмаляем. О, нормально получилось. Да, отлично, и двери уничтожаются. Даже бумаги, смотрите, бумажки какие-то летают. Так, остался, возможно, последний. Эти окна прострелятся. Он, по-моему, пошел в обход вообще, друзья, так что надо ливать быстрее. Так. Где он? Просто стреляем в ту сторону, в надежде, что попадем в него. Да, все. И от последнего мы избавляемся. Ладно, друзья, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.